Здравствуйте, с вами Оксана Пушкина, в эфире программа «Я подаю на развод». Сегодняшняя история называется «Любовь на зло». Ревность – одно из самых разрушающих чувств, особенно когда у любимого человека было богатое прошлое. Именно ревность привела к нам Валерию. Она подает на развод. Встречаем Валерию. Лерочка, почему «Любовь на зло»? Ну, понимаете, мне кажется, в жизни каждого человека появляется любовь и проходит по стечению какого-то времени. Но ты и влюбилась, когда встретила его? Конечно, да, это была любовь. Сколько вы ухаживались, скажем так? Где-то примерно 8 месяцев. Потом мы начали жить вместе, расписались, и я уехала сюда, в Москву. А как это? Как ты его там одного оставил? Ну, как это правильно сказать? Мы переписывались с моим папой, то есть он уже в Москве более 15 лет, и он очень ждал меня в гости, и как-то его скука по родителям. И я собралась и поехала. Давайте посмотрим на экран. На этих кадрах Тимур и Валерия. За три года брака эти двое не могут вспомнить ни одного дня, когда бы они не скандалили и не дрались. Тимур уверяет, что его супруга сходит с ума от ревности и доказывает свою любовь к ним, вооружившись сковородкой. А Валерия заявляет, что муж даже не пытается скрыть свою неверность. У нее, конечно, было тяжело, и истерики устраивали, и скандалы, и даже до драк доходило иногда. Сейчас пустота абсолютная. Спустя три года брака Тимур наконец-то признался самому себе, что уже много лет любит только одну женщину. И это не Валерия. Ирина человек, который на всю жизнь останется в моем сердце. С этим человеком я чувствовал себя. Ну, вообще, как будто я в такой эйфории действительно испытывал такие чувства сильные. Валерия в отместку супругу завела роман на стороне. И своего нового возлюбленного Валерия называет настоящим мужчиной. Ведь он обещает сделать ее счастливой. А я решил начать жизнь с нуля полностью. Перестроить все свои планы, поставить новые цели и полностью поменять свою жизнь абсолютно. Ну, уже как бы без него. То есть без Тимура. Сегодня все участники этой истории встретятся в нашей студии. И мы попробуем разобраться, можно ли стать счастливым на зло. Все-таки мне непонятно. Вы расписались, и ты рванула в Москву, оставив его там. Тогда ты его не ревновала. Нет, почему? Была ревность. Просто у нас была с ним оговоренность, что в течение месяца он приедет ко мне. И как бы мы начнем жизнь полностью новую здесь. То есть как бы без Бишкека. То есть полностью как бы устроим свою жизнь по-новому. А знала ты про другую женщину в его жизни? То есть он не рассказал? Нет. А как ты узнала про это? Я узнала и по его поведению спустя, это было полгода назад. А что изменилось? Он изменился очень сильно. Он стал грубым. Ничего полностью он мне по дому не помогал делать абсолютно. Но ты подходила там, говорила, дорогой любимый, я тут, я рядом, я с тобой. Я подходила не раз и пыталась наводить отношения. Последний раз, когда я пыталась это сделать, у нас дело дошло до драки. И он меня избил. Ну, спустя время, как бы я его, еще даже после этой драки я его возвращала. То есть я ползала на коленях, умоляла, вернись ко мне, я тебя очень прошу. Зачем ты умоляла его на коленях там, унижалась? Это было до нашего разговора. До? Да, еще я не знала о другой женщине. Я просто поняла, что по его поведению, что происходит что-то не то. Вот. И уже спустя, как бы, всего протяжения, я увидела переписку. Полностью ее прочитала, как, что происходило. То есть потом эта девушка, то есть Ирина начала писать мне. То есть у нас с ней тоже была переписка очень долгая. В чем она писала, что мне он не нужен абсолютно. Ну, то есть для меня это была игра, просто лишний раз вот так вот им повертеть и бросить. А если бы вот вы не уехали и не бросили, не оставили его одного, может быть, этого вот не случилось? Вы себя не считаете виновной в ситуации, которая сложилась? Ну, я просто захотела поменять эту жизнь, и я уехала. И вы его бросили, по сути? Да нет, нет, но они расписались, она хотела замуж, видимо, да, очень-очень. Они расписались. Пока парень там со своей работой разбирался, она приехала сюда. Да, это месяц заняло. Это не так, неважно, мне непонятно все-таки про вот поднятие руки. Как это можно допустить? Вы знаете... Даже если любишь, я вот этого не понимаю. Лер. Я расцениваю это так, что просто он на мне вымещал всю свою злость. То, что он не может быть с ней, и я просто не понимаю смысла вот этого второго брака вообще. Потому что до меня у него тоже был брак. А, был. У него есть ребенок от того брака, и тому человеку он тоже испортил 7 лет жизни. Нет, вот конкретно вопрос. Там было то же самое. Первый раз он руку поднял на вас, за что? За что первый раз? Ну, все это, мы начали ругаться. Вот, ругались, ругались. Дело дошло до рукоприкаса, соответственно. По поводу ремности, да? Все, опять же, ты к нему приставала. Кто у тебя, ты... А как ты приставишь? Вот как ты выясняешь? Я ему говорила, почему это все происходит, да? То есть нормальных семьях, да? Там муж приходит домой, там поел, как бы так, какие-то совместные общие дела, да? На что мне был ответ, что отстань, я устал. Вот вы разругались, да? Ты, значит, с ним повздорила, потом ты упала на колени. А дальше что? Потом вы обнимаетесь, целуетесь, бурный секс. Как у вас происходит? Мы помирились, да, как бы. С сексом у нас всегда в порядке, в принципе. Никогда он не жаловался, я тоже. У нас как-то начало налаживаться, да? Как бы я смотрю, что как бы он перестал переписываться. Один был такой момент, что он ушел на стройку. Соответственно, пять дней он находился там. И на один-два дня он приезжал домой. То есть он дома практически не жил полгода. Даже больше. Ну, может быть, уже и любовь прошла? Ну, почему он не сказал, давай, посядем, поговорим? Он мне преподнес вообще свою любовь. Вообще, абсолютно с другой стороны. Что у него была Маша. Это была самая первая любовь его. Что вот всю жизнь он любит Машу. То есть свою Иру передо мной он как бы светить вообще не хотел. Скажи мне, пожалуйста, вот ты действительно почувствовала себя в какой-то момент разменной монетой для своего мужа? Да, я очень тяжело это пережила. А как пережила? Пережила, во-первых, были истерики, была депрессия, была очень подавлена, очень сильно поправилась. До какой степени были депрессии? Депрессии были до того, что после этой драки я наглоталась таблеток. Это ты пыталась покончить жизнь самоубийством? Да. И кто тебя спас? Спасла меня моя подруга Света, которая меня с ней... Подруга Светлана у нас в студии. Встречаем ее. Светочка, спасибо, что ты, в общем, оказалась в это непростое время рядом с Валерией. Скажи мне, пожалуйста, как ты ее вообще остановила в тот момент? Ну, получилось так, что... Они поскандалили. Они поскандалили. Ну, как бы мне особо не было слышно, что там скандал, да, просто у нас и соседей получилось, да. И шумно было, как бы, да. И в итоге я зашла к ней спросить, что случилось там, почему вы шумите. Вы живете рядом? Да, рядышком. А, рядом живете. Да, что там случилось, что почему шумите, как бы все. Ну, и вот увидела ее состояние. А какое состояние? Никакое было состояние. Ну, то есть вот такое, какое? Ну, да, мотоз, все. Я у нее спрашивала, что случилось. Начала ее трясти там все это. А потом увидела вот... Таблетки. Таблетки на столе. Ну, сразу я по щекам настучала в ванну быстрее, говорю, вот, марганцовку развела там все это. Но боль мне не пришла. А Тимур, как бы, ну... А Тимур в этой же... Тимур все равно. Вы близкая подруга? Да. Вы в курсе всей вот этой семейной истории? Да. Достаточно в курсе. Кто там прав, кто виноват, на твой взгляд? А, ну, на мой взгляд, как бы, оба виноваты, оба правы. Я им неоднократно говорила, сядьте и поговорите. Просто вот друг напротив друга. Сядьте и поговорите. Выясните, все за... Все про это можете вместе жить, не можете. Вот Лере, я уже в последний раз посоветовала, говорю, возьми... Не хочешь рассказать, возьми листок. Листок разделил на две части. Да. Выпши плохое, хорошее. И взвеси. Плюс-минус. Вы что мне все время посоветовали? Да. Мне тоже в свое время. И это очень помогает. Да, помогает. Если что, листочек бумаги напополам плюс-минус. Помогает. Почему не помогает? Не помогает. Мне помогает. Я вот как мужчина говорю, не помогает. Почему? Это же сугубо женский взгляд. Не думает даже об этом. Мужики приходят и уходят. А у вас в жизни одна, вы молодая девушка. У вас еще все впереди, дорогая. Скажи, пожалуйста. Дорогая. Светочка. Скажи, пожалуйста. Вот все говорят там о любви. Он ее любил, по всей видимости. А может быть и нет, мы узнаем. Она его любила. Красивая была свадьба? Ну, я бы сказала, что стандартная. Ты скромный. Пошли, расписались. Галочка в паспорте, штампулька. И все, и даже не посидели, не выпили. Даже белого платья не было. Почему? Каждая девочка мечтает о свадебном платье. Да, ну как-то надо было поговорить, чтобы это все осталось в памяти. А у вас как все скоропалительно так. Даже вспомнить нечего. Даже вспомнить нечего. Даже вспомнить нечего. Слушай, все-таки это был первый звоночек, мне кажется, от того, что что-то будет не так. То есть свадьба, конечно, не показатель, но в принципе это такое мероприятие для любящих друг друга людей, которые организуют это для своих друзей. Они хотят поделиться своим счастьем. Это не факт. Нет, ну... Не факт. Это факт. Нет, нет. Вот факт, что каждая девочка хочет в праздниках хотя бы один раз в жизни. И это свадебное платье потом хранится годами и показывается... И потом через год разводится. И потом через год разводится. А вот если мужчина не хочет делать свадьбу, то это уже такой звоночек. Почему он не хочет... Либо он жадный, либо он там вас не любит, потому что даже не готов потратить там какие-то копейки для того, чтобы сделать хоть какой-то стол. Мама Валерия, к сожалению, не смогла приехать к нам в студию, но приехала мамина близкая подруга, которая, в общем, в курсе проблем в этой семье, Людмила. Встречаем ее в студии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Лерочка. Привет, дорогая. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, что приехали к нам. Я, насколько поняла, Людмила, что вы на стороне Тимура. Да? Я за семью. Вы за семью. Ну хорошо, Людмила. А вы замужем сами? Да, 34 года. 34 года замужем. АПЛОДИСМЕНТЫ На вас муж поднимал когда-нибудь руку? Нет. Никогда. Здесь у нас на ребенка, молодая девочка, на ребенка фактически, на молодую женщину муж поднял руку. Это нормально? Эту семью надо сохранять? То, что они подрались... Так не один раз. Лера, знаете, провоцировала. Я так думаю. Почему вы так думаете? Потому что... Не провоцировала женщина, мужчина не имеет права поднимать руку на женщину. Ну, я с вами согласна. Я согласна с вами. А почему вы считаете, что Лера провоцировала? У Леры сложный характер. Если у нее настроения нету, то к ней лучше не подходить. Человек настроения? Человек настроения. Эгоистка? Да, немножко есть. Упрямая? Упрямая. Собственница? Да. Ты подтверждаешь по поводу твоего характера? Я не согласна с моим характером. Каждый человек индивидуален, я считаю. Хорошо, какая ты, скажи мне, какая ты? Я не говорю, что я ангел, да, у меня сложный характер, но... Скажи мне, какие у тебя недостатки? Вот качество характера, которое ты терпеть не можешь сама. Я... Это моя... Ну, это моя вспутчивость. Это есть, я не отрицаю. Но говорить, что я там с таким скверным характером, я это отрицаю полностью. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста. Скажи мне, пожалуйста, ты не учишься, не работаешь. А почему же за три года не могла родить ребенка? Она работает. Я работаю? Нет, она работает. Я работала все три года здесь. Да, почему ребеночка не родили? Нет, потому что ребенок что-то нет, это так хорошо, ладно. А Тимур не хотел детей. Да, еще как бы такой момент был в Бишкеке, что у меня от него была внематочная беременность. Поэтому в связи с тем, что он решил, что детей нам не надо, как бы обойдемся и так. Поэтому он не хотел детей, не хочет он... У вас пока нет детей, потому что если у вас был бы ребенок, то развод был бы гораздо болезненнее для всех. Я рада. И прежде всего для ребенка. Скажи мне, пожалуйста, когда вот он говорил, чем он аргументировал, почему он не хочет детей от тебя? Потому что у нас нестабильный финансовый фонд в семье. То есть только... Он не готов обеспечивать ребенка, то есть как бы он меня-то не может обеспечить, не говоря уже о ребенке. Он не готов стать хозяином семьи. Да. А зачем женились? Я его любила. Я смотрела на этот брак так, что я выйду замуж, я рожу детей. То есть у нас будет стабильная, нормальная семья. Вот что это значит? Он хочет ребенка или он не хочет ребенка, или он перестал любить женщину? У него нет атмосферы гармонии в доме. Он приходит в дом и его пилят, он слышит претензии, какой он плохой. А я все-таки думаю и так по опыту, что, в общем, если действительно любовь, то любой мужчина сразу же предлагает себе. Мой мужской взгляд, что... Пожалуйста, роди мне, давай. Конечно. И все мы, я думаю, женщины через это проходим. Если любишь женщину, если условий нет. Муж Валерий, Тимур, встречаем его. Видит Бог, я, честное слово, хотел до последнего сохранить семью. Никаких каких-то таких, чтобы у нас все было плохо. Я не хотел этого сделать. Просто все на этой бытовой почве переросло в элементарную ненависть друг к другу. Все, что я могу сейчас на данный момент сказать. Присаживайся, Тимур. Давайте посмотрим на экран. Тимур Евдокимов. 29 лет. Бухгалтер. Счастлив, что жена подает на развод. Жить в постоянных истериках и скандалах у парня больше нет сил. Постоянно, частая ругань заставляет отворачиваться человека. И перестал в ней видеть ту Валерию, с которой я познакомился. Тимур заявляет, что за три года семейной жизни никогда не изменял жене. Ревность – это плод ее больного воображения. Тимур готов разрушить собственный брак, чтобы завоевать любовь всей своей жизни. И это не жена. То есть ты ни в чем не виноват, во всем виноват Валерия. Я не могу сказать, что я ни в чем не виноват. Есть доля моей вины. Какая доля? Вероятно, я готов разделить это как 50 на 50. Скажи, а вот для меня принципиально тот мужчина, который поднимает руку на женщину, для меня он не мужчина. Я хочу понять, почему вдруг это произошло. Оправданий нет никаких, и тем не менее. Я и сам себя в этом не оправдываю, но бывали такие ситуации, когда мы со скандала... Приведи один пример, вспомни. Значит, ситуация... Пришел домой? Сижу дома, жду ее. Приходит домой, и начинается расшвырение одежды. То есть уже человек настроен негативно. Как давно это началось, на твой взгляд? Скажу, наверное, что около полутора лет, это точно. То есть вот стало такое неприятие друг по отношению? Да. И раздражение? А вы ее ревновали? Было чувство ревности, когда она приходила поздно? Нет, я человеку доверяю, и вообще по натуре такой человек, что я никогда никого не ревновал. А ты даешь повод для ревности? Когда все это накопилось, я стал давать поводы. До этого я считал так, что забыть все, что у меня раньше было. Начать с ней новую жизнь, завести детей, чтобы у нас все было хорошо. И потом так хотелось, чтобы она рядом была. Вот ты мне сказал, что ты подаешь поводы для ревности. Что за поводы? Первая причина ревности изначально всей этой ситуации – это первая моя жена. И то, что у меня в первой семье есть сын. А сыну сколько? Сыну у меня в этом году в мае будет 9. С сыном общаешься? Да, но мы общаемся только в соцсети. В соцсетях. А с женой общаешься? С женой сейчас редко стал общаться. И почему вдруг жена стала предметом ревности? Я не понимаю. Ты же понимала, что ты знала, что у него жена, что у него ребенок. Ну и нормально. А как? Это же та жизнь. Если бы, знаете, он хотел оградить меня от этой ситуации, ну изначально бы меня оградил. Но у меня этот развод коснулся полностью. Это были постоянные звонки. Это были звонки от его бывшей жены, что он не человек, что ты лезешь в семью и все остальное. Хотя на тот момент, когда мы с ним познакомились, они уже были в стадии развода. Это правда или нет? Давайте узнаем мнение жены бывшей Тимура. Никите было уже 6 лет, когда мы разошлись. Извините. Его отец уехал в Россию и не приезжает, и не вспоминал о нем даже. У меня огромная просьба. Пускай он нас не беспокоит. Мы с сыном очень счастливы. Ребенок растет, ребенок отличник, учится во втором классе. Ребенок вырастет и сам определится, видится ему с отцом или нет. На данный момент я не разрешу ему видеться с ним. Любыми путями. Я даже скажу большое спасибо, наверное, Валерии, что она вошла в нашу жизнь и разбила ее. И она закончилась. Спасибо, Валерия, что ты вошла в эту жизнь. Значит, бросил ты все-таки, да, ребенка? Или твоя бывшая жена, как делают многие женщины, запретила тебе с самого начала общаться, как только ты объявил, что у тебя появилась другая женщина? Да, здесь почему-то она не указывает на то, что когда я ушел от них, она мне четко заявила, что ты сына больше никогда не увидишь. Это делает 80% женщин. Я это понимаю. И те мужчины, которые настаивают на общении с ребенком, и добиваются этого, и получают общение. А я вам объяснил почему. Это значит, что вы лично не хотели общаться с сыном. Я работала воспитателем в детском саду. Так у меня отец приходил и говорил, покажите мне, пожалуйста, моего сына. Вот вам деньги. Можно я на спящего своего сына посмотрю, сколько лист был увидеть его. Симур, а с первой женой, скажи, пожалуйста, ты на нее, как вы жили, ты поднимал на нее руку? Нет. Никогда? Нет. А почему на нее вдруг? Что в тебе произошло? Что с тобой случилось? Что изменилось? Просто человек словами так может иногда достать. Я по сути своей спокойный, но так меня раздражать. Говорить, что я моральный урод. Ну, извините, человек, с которым я живу. После твоих переписок ты как думаешь, кем ты сейчас на данный момент являешься? Мне не со стороны даже скажите. Я же не говорю, я не упоминаю о твоих переписках. Какие мои переписки, интересно мне знать. У меня переписок с моими друзьями. Вот у меня было то же самое, который когда-то там был и существовал, понимаешь? А сейчас ты мне рассказываешь о чем-то другом. Бесполезно с тобой разговаривать. Нет, это если вы так заканчиваете разговор, как и раз, это неправильно. И вы перестройте свой характер, перестройте. И боритесь за его любовь. Лера, послушай сюда внимательно. Ты сейчас ведешь себя как капризная девчонка, 17-летняя, а не женщина, у которой сейчас рушится брак, но ты ничего не делаешь. Ты с ним как сутная собака. Ты урода. Почему я его так назвала? Почему? Я уже сказала почему. За переписку. За эту переписку. Потому что он изменился, и все свое отношение ко мне он поменял абсолютно. И что ради нее он готов был сорваться и ехать в другой город, бросив меня со всеми проблемами и со всем остальным. Друг по-другому я человека не могла. Даже я куда-то уезжал, вот это я не понимаю. Ты куда уезжал, в какой город, на какую стройку? Я был в пределах Московской области. Я сидел на стройке зимой в 20-30 градусный мороз, чтобы хоть что-то как-то сделать, чтобы я мог... Замечательно, молодец. А почему вдруг это вот ты мне преподнесла совершенно иначе? Ну он же дома не ночевал. Ну так он же трудился, ну Лер. Ну а где это все эти труды? Я не видела этого. Лер, ты деньги в дом принес после этих стройок? Я скажу больше, что я больше в эту стройку вложил, чем домой принес. Я вкладывал свои кредитные деньги и ни оттуда, ни копейки не смог вытащить. То есть бизнес не удался? Я в банкротах был. Ты прогорел? Да. Тебе посочувствовала жена или продолжала ревновать? А у нас все перешло в то, что ты не живешь дома, что ты где-то там по бабам шляешься, как она говорит. А тебе важна была в этот момент ее поддержка? Ну а как может быть не важна поддержка, когда ты пытаешься что-то сделать, а тебя человек не понимает? Как часто вы созванивались и кто чаще звонил друг другу? В последнее время мы вообще не созванивались. А почему, Лер? Потому что у него любовь. Что у него? У него любовь. Любовь. Где? На этой стройке у любовь? Нет, у него любовь в Бишкеке еще. Хорошо. Любовь в Бишкеке. Это ты уже объявил перед этой стройкой? Нет. Ты, а почему ты, я не понимаю, он тебе не объявил про эту любовь? Ты нафантазировала или ты прочла где-то... Любовь не объявил? Тебе не стыдно? До стройки он объявил, что у него любовь? Когда мы с тобой разговаривали, как раз вот этот период, я все сделал, я не залазил в эти соцсети, когда я приезжаю домой и тебе говорят, а как там твоя бывшая поживает? Какой у меня может быть интерес опять появиться к этому человеку, когда я уже забыл практически, ну когда тебе каждый день... Вы считаете себя нормальным мужчиной? Если вы поженились на девушке и уже прошли все эти отношения, надо выкинуть все это из головы своей. Зачем тогда было жениться и пудрить мозги ей? Кто она? Та женщина, которая разрушила брак Валерия и Тимура, узнаем после рекламы. С вами Оксана Пушкина и программа «Я подаю на развод». Тимур и Валерия. За три года брака эти двое не могут вспомнить ни одного дня, когда бы они не скандалили и не дрались. Истерики устраивали, скандалы, даже до драк доходило. Спустя три года брака Тимур наконец-то признался самому себе, что уже много лет любит только одну женщину. И это не Валерия. Валерия в отместку супругу завела роман на стороне. Постоянно, часто ругань заставляет отворачиваться человека. И перестал в ней видеть ту Валерию, с которой я познакомился. Сейчас у нас в студии появится Максим, родной брат Валерия. Здравствуйте, Максим. Скажите мне, пожалуйста, вот вы знаете, да, историю своей сестры? На чьей вы стороне? Я больше поддерживаю позицию Тимура. Почему? Ну, как бы я знал это все со стороны. Я находился в другой стране. Я прилетел сюда и посмотрел на это все изнутри. И я принял его сторону. А вы живете все вместе? Да. Вы снимаете квартиру все вместе? Да, я живу у них. И все-таки, почему на стороне Тимура? Ты разделяешь вот то, что на женщину можно руку поднять? Нет, я этого не разделяю. Как он оправдывает вот такое свое состояние? Ну, то, что он не прав, он признает это. А, Тимур, скажи, а вот когда ты тут признал, ты не можешь посадить ее и точно так же все сказать? Сейчас? Нет, не сейчас, а вот тогда. Почему ты этого не делал? А мы тогда, после всех наших скандалов, чтобы успокоиться, мне нужно порядка трех-четырех дней. Это вот три-четыре дня я просто не могу прийти в себя, потому что испытываю стресс, я привык жить тихо. Я хочу, чтобы в семье была тишина. Я хочу разговаривать не повышенными тонами, я хочу разговаривать нормальным тоном. Как нужно разговаривать в семье. Скажи мне, пожалуйста, Максим, вот все-таки, что им делать? Разойтись. Разойтись. И что будет с твоей сестрой, как ты думаешь? Она устроит свою жизнь. А у нее есть с кем эту жизнь устраивать? Как ты думаешь? У нее есть на примете кто-то? Святое место пусто не бывает. А оно уже не пусто? Скорее всего, да. Я думаю так, что есть у нее молодой человек. Тимур, скажи мне, пожалуйста, кто-то женщина, которую ты любишь, и ради которой ты женился на Валерии назло, в отместку? Ирина. Ирина. Она живет где? Сейчас не знаю где. Вот на фотографии скажи, где она? В середине блондинка. Блондинка. Ты ее любишь? Да. До сих пор? Да. Значит, смотри, получается так, что ты все эти годы любишь Ирину и не любишь Леру. И что же ты хочешь? Минутку, можно я скажу? Я не то, что Валерию не любил. Я не смогу любить, наверное, больше никого так, как я люблю ее. Я понимаю, почему в тебя летели крышки от всяких кастрюль. Я бы еще бы посильнее чем-нибудь. Но удала. А когда ты последний раз видел Ирину? Шесть с половиной лет назад. Переписка когда закончилась? После того, как Лера со своей мамой написали ее маме, не знаю, с какой целью, чтобы Ира не лезла в ее жизнь. Хотя изначально Ира сама сказала, не нужно ничего, давай начинать не будем. Живи со своей семьей, я буду налаживать свою семью. На что был получен ответ хорошо. Можно вам вопрос? Сейчас, Лер, что ты хотела? Я хотела добавить, с Ириной мы переписывались, мы с ней переписывались очень долгое время. А как ты начала переписываться? Секунду. Переписывалась с того, что когда еще я не знала даже о ее существовании, что она есть, и как бы что у них были отношения, я приревновала. Я попросила у нее прощения, говорю извини, что так получилось, просто за эту ревность, ну как бесы попутали. На что она мне ответила, хорошо, я на тебя зла не держу, на Тимура я не претендую. Когда уже эта вся переписка их случилась, я видела личными глазами эту переписку, где были признания в чувствах, где он собирался ехать к ней в Бишкек. А она тоже поддерживала эту любовь? Она поддерживала эту переписку полностью. А как там, милый, дорогой, любимый? Да, конечно, говорит, почему ты до сих пор не подал на развод? Да, вот в момент из всей переписки мне запомнился больше всего, почему ты не подал до сих пор на развод? И на что она ответила, у меня на данный момент есть хвост с обязательствами. Скажи, ты после этого наглоталась таблеток? Да. Если вы на протяжении вот уже шести с половиной лет любили и любите эту Ирину, и раньше, я так понимаю, тоже любили, а зачем тогда вы женились на ней? Когда я встретил Леру, Лера поначалу стала давать те эмоции, что давала мне Ирина. Как бы все было хорошо. А какие эмоции? Я был в восторге от нее, мы постоянно смеялись, мы везде были вместе, любой праздник мы вместе, скандалы, ну, если только что-то я где-то сам мог допустить, да. Со стороны Леры постоянно, если она скандалит, я пытаюсь сгладить это. Я хотел, чтобы она поняла, что я хотел быть с ней. Так а с Ириной вы расстались по чему желанию? По вашему или по желанию Ирины? А Ирина, честно говоря, с Ириной мы расстались по таким причинам, что она вышла замуж на зло. То есть? На зло мне. Какое на зло? На зло тебе вышла замуж, потому что ты... Потому что я уехал на два месяца в командировку. И? Она думала, что у меня нет таких чувств к ней, и что о том, что я говорю, что у меня назревает развод, она просто не верила в это. Ну, скажи, вот, допустим, да, все, тут развалилось, вот сейчас появилась эта женщина Ирина, и опять у вас кошки и мышки какие-то начались. И там тоже все развалится. И тут мы не боремся. А почему вы так думаете, что там все развалится? То, что вот вы совершенно из разного теста, и вы изначально, когда женились, вы понимали, что вы не будете вместе, потому что вот Лера очень симпатичная девушка, а вы просто красивая на самом деле, да. И я вам скажу, что произошло. Вот именно Москва вас разлучила. Москва всех перемалывает и ломает. И изначально здесь никогда бы не было счастья, не было бы любви. Вот, собственно, то, что мы сейчас и наблюдаем. Дай, конечно. Вот как тебе кажется вообще, что здесь происходит? Я полностью на стороне Тимура, несмотря на все его нюансы, несмотря на все те вещи, которые он совершил, неправильные поступки в своей жизни. Но я полностью на его стороне. Почему? Дело в том, что в нем есть, как минимум, одно очень важное мужское качество. Он признает свои ошибки. А вот. А когда человек признает свои ошибки, это уже значит то, что он движется в правильном направлении. Кай, ты в своей жизни поднимал руку на женщину? Значит, теперь... Поднимал руку на женщину? Нет, подождите. Я против поднятия рук на женщину. Но я вам могу сказать. Есть такие женщины, которые живут таким образом, пока на них не поднимут руку мужчины, они не успокоятся. Они будут все делать до того, чтобы он их поднял. Я видел таких очень много на своей жизни. Теперь я хочу сказать вот об Валерии. Это очень непростой пассажир. Она не такая нормальная девушка, как вам кажется на первый взгляд. Поверьте мне. Какой она пассажир, Кай? Я вам могу дать сто процентов, что сейчас ни с ним, ни с каким другим мужчиной Валерия не создаст такую атмосферу в доме. Потому что ей нужно очень много работать над собой. А можно я спрашиваю, женщина все должна, а вы, мужики, ничего не должны. Мужчина? Вы знаете, все же... Вот я опять хочу сказать, но надо перебивать. Нет рецептов, нет рецептов в жизни, потому что главным клеем, то, что скрепляет, это любовь, это притяжение к друг другу. Вот, да, конечно, если есть любовь, то, что она не хочет. Ну, а теперь в нашей студии появится человек, который знает всю правду об отношениях в этой семье. Это психолог Ирина. Приветствуем ее. Ирина, насколько я поняла, именно Тимур к вам, да, впервые обратился, да? Да, Тимур. С какой проблемой обратился к вам Тимур? Ну, Тимур пришел с проблемой о том, чтобы о сохранении семьи. Он все-таки пришел. Как давно это было? Практически около года уже этот вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вот что за человек Лера? Ну, Лера еще не созревшая женщина. То есть для того, чтобы она стала семейной такой женщиной, еще нужно время, еще нужно учиться этому. То есть нас головка подводит или что нас подводит? Себялюбие. А что может ее изменить с вашей точки зрения? Вот что вы ей советовали? Не делать ничего назло. Не делать ничего назло. А вот скажите, как вы оцениваете ситуацию, когда вот изначально мужчина любит другую женщину, назло. Та назло, значит, женится, выходит замуж, а он назло женится на данной даме. Как вы считаете, кто здесь прав, кто виноват? Назло это навряд ли происходило. Почему? Потому что встреча Леры и Тимура и потом ихние страсти, которые возникли между ними, они не могли сказать, что это назло происходило. Это происходило уже по мере событий, ситуаций, которые развивались. Он вспомнил Ирину, ну и, соответственно, она стала все делать назло. Правильно я понимаю? Скажите мне, пожалуйста. Это был просто момент конфронтации. Нет, Тимур любил Ирину в момент знакомства. Любил, любил. Вот психолог нам сказал. А кого, как получается, вы двух женщин любили? На момент встречи с Лерой? С Лерой. Я думал только о Лере. Все понятно. Лер, если он уйдет, Тимур уйдет к Ирине, у тебя есть к кому уходить? Да. Есть? Есть. А кто этот человек? Нормально. У меня появился молодой человек. Как его зовут? Его зовут Алексей. Алексей. А где ты с ним познакомилась? Мы познакомились. Ну, нормально, почему? Ну, почему, как бы, почему? Если все назло. Ты мне можешь дать его номер телефона, я ему позвоню? Нет, номер телефона я не дам. Боишься? Не бойся, я замужем. Это он? Да. Ну, давай я ему позвоню, спрошу, как он к тебе относится. И вообще, что он думает об этой ситуации? Я бы не хотела. Он все равно, все знают уже, вся страна, что у тебя есть Алексей. Все его увидели. И Алексей себя увидит. Давай позвоним. Нет, я ему звоню. Валерия, давай. Ты всегда такая нерешительная? Действительно. Тимур, а скажи, пожалуйста, ты знал, что у нее был? Знал? Да. А когда ты узнал? Месяц, точно знал. Она сама сказала или ты обнаружил? Я случайно взял планшет, там есть игрушка, морской бой. И как бы у меня было 10 минут свободного времени, когда открыл, был ряд фотографий его. Я не стал спрашивать, кто это, зачем это. Я сразу все понял. Отложил и не стал ни скандалить, ничего. А задело тебя это? Нет, уже не задевает. Лжете. Я вот, смотря на вас, вижу, вы вот прям нотки ревности. Занервничал сразу. 100%. Да. Поэтому либо у вас это чувство, вот осталась только некоторая любовь, либо это вот чувство собственного, вот собственное чувство. Моя женщина и кто-то вот с кем-то. Можно вопрос к психологу все же. Вот вы профессионально разбирались. Кто виноват в данном случае? Вот вы как оцениваете, как опытный человек? Вот Максим сказал 50 на 50. Ваше мнение. Нет, нет, дайте сказать. Но дело в том, что когда хотят сохранить семью, стараются с двух сторон. Когда идет сначала с одной стороны, потом с другой стороны, и это непонимание постоянно происходит, то работать очень сложно с такой семьей. В процентном отношении. В процентном соотношении я считаю, что Лера должна быть мудрее. Мудрость женщины очень много держит. Наступило время предварительного решения нашей героини. Лер, на данный час, на данную минуту, ты хочешь развода с Тимуром? Да, хочу. Хочешь. Хорошо. Значит, Лера, я так понимаю, Леша тебя с распростертыми объятиями ждет. Да. У него есть квартира, он москвич. Да. Есть. Ну давай фантазируй дальше. Фантазируй? Ради бога, у каждого свое мнение, вы можете считать, как вам хочется. Ну, Лер, ну ты же сама прекрасно знаешь, что это не так. Я знаю, что это так. Тимур, что не так? Лучше у брата спросить. Не, ну а что в квартире делать? Не, ну скажи, это твоя жена пока еще. В квартире все дело, если у них любовь, причем вот квартира. Нет, ну мы спрашиваем, есть куда идти? Он говорит, фантазируй. Она говорит, да, он говорит, фантазируй. Так вот что это за фантазии? Потому что я знаю, что со слов Максима, что он не москвич. Максим, это Максим. Максим, сдавай с твоих слов. Что ты знаешь про этого, Алексей? Они не виделись, они общаются в соцсетях, по скайпу. То есть они даже не встречались? Вообще ни разу. Виртуальный роман. Да, я это так считаю. Лер, ты опять назло, по всей видимости. А я и не говорила, что мы встречались. В какую-то историю покуешься, а? Я не говорила, что мы встречались, я говорю, что он у меня есть. Ты готова пойти к человеку, которого ни разу не видел? Ты его еще не видела, как ты можешь с ним жизнь строить? Я общаюсь с этим человеком каждый божий день, поэтому... Ну это общение по телефону, вообще не обжигают совсем другое. Мы встретимся в ближайшее время, пока такие обстоятельства. Лера, это не серьезно. Ну я вам еще раз говорю, да у каждого свое мнение, я буду с этим человеком в любом случае. Да не волясь ты с ним. Более, ну извините, конечно, но вот ваши действия, связанные вот с этим виртуальным молодым человеком, они как бы, ну, немножко глупы. Потому что это бред. Ну я хорошо, пусть буду. Общаясь в интернете, вы, увидев его, может, вам не понравится, может быть, вы с ним какой-то контакт не найдете. Мы общаемся с ним каждый божий день по телефону и переписываемся, созваниваемся по этому. Скажите мне, господин адвокат, у них есть совместно нажитое имущество машина, как они будут эту машину делить? Если эта машина приобреталась в период брака, то это совместно нажитое имущество делится пополам. Но еще нужно учитывать то, что машина в кредите. А вот в этом случае как? Кредит, значит, в этой ситуации кредит, обязанность по выплачиванию кредита лежит на обеих сторонах. А на кого кредит оформлен? На меня. Не важно, на кого оформлен, все равно вы выступали как созаемщик, и это везде было указано. Соответственно, точно так же кредит выплачивается в равной степени двумя сторонами. Я не понимаю, то есть она, созаемщик, в любом случае так работает закон? В любом случае, потому что как приобретенные, так и долги, которые возникли в период брака, делятся пополам. В семье делятся пополам, все я поняла. Если нет брачного договора. Ты готова выплачивать долги, Лер, за машину? То есть готова, это по закону, вот ты готова закон нарушить или его исполнить? Нет, я буду выплачивать за машину в том случае, если она будет делиться пополам. В том случае, да. В другом случае нет. Ты не сможешь выплачивать. Ну, как-то до этого платила же. Я тебе просто сразу сказал, не надо строить какие-то иллюзии, благородства. Хорошо, ты забираешь все ради бога. Отдай все кредиты, что я оформлял. Я сам оплачу без тебя, без твоего участия. Тимур, а почему она не сможет выплачивать, как ты считаешь? Потому что у нее у самой нет постоянства. Работы постоянной или как? Работы постоянно нет. Стабильности у нее без меня на данный момент тоже нет. Я не ухожу из квартиры, я ее не выгоняю. Хочет, пожалуйста, пускай живет. Я просто сам съеду. Но я не смогу постоянно содержать ее. В силу того, что у меня есть обязательства перед государством, перед банками. Я должен гасить эти кредиты. И я поэтому ей говорю, если ты чего-то расслабишься... Тимур, а у тебя много кредитов? Это мусствой поступок достаточно, что он берет на себя обязательства по области кредита. Много кредитов у тебя? А, много. Я не знаю, как... Я считаю, что для меня это на данный момент много. У меня их три кредита. Поняла. А на что ты брал кредиты? Все ушло в машину и на семейную жизнь. Есть такое понятие «черный учитель» в психологии. Это близкий человек, который доставляет нам душевное страдание. И пока мы не проживем правильно этот урок с этим черным учителем, убегая от него, мы будем встречать еще больше проблем. А кто из них черный учитель? Они друг для друга. Оба. Это вообще дремучая смесь. Я поняла. То есть вы считаете, что здесь нет будущего? Я думаю, что не хватает опыта и терпения жене. И хотелось бы совет небольшой. Возьмите для себя, просто поймите, три плюса развода и три плюса совместной жизни. Но такие плюсы, чтобы они прям, ах, вот на девяточку из десяти, чтобы они были. А давайте мы прямо сейчас вот проделаем. Лер, три плюса. Вот три плюса развода в твоей ситуации. Начать новую жизнь, идти вперед и двигаться к своим целям. Три минуса. Ну, идти вперед. В разводе. Три минуса в разводе? Да. Ну, как бы, да, была любовь, были отношения. И, не знаю, я, честно, даже не знаю, что сказать. Нет, нет, видите, она даже сама не может понять. Нет, я вижу, значит, три минуса. Нет, три плюса. Три плюса. Минусы не нужны. Три плюса развода, что ты получаешь в разводе. Знаете, у меня была пациентка, и когда ее осенило, я больше никогда не увижу свекровь. Вот это был мощный третий плюс, да? А вот, Тимур, три плюса, скажи мне, пожалуйста. Плюс развода или... Развода. И сохранение семьи. Для себя я вижу сейчас плюс в том, что я двигаюсь дальше, я не чувствую на себе каких-то обязательств, я саморазвиваюсь, я могу четвертый еще добавить, я начинаю общаться с новыми людьми, я могу еще массу вопросов провести. Я иду дальше. А тебе это мешает? А три плюса совместной жизни? Я не вижу плюсов. Ну, это тупик, да? Да, Тимур. Вот даже буквально только послушав вас, у вас у каждого звучит слово «я». Они не вместе, это нет слова «мы». Плюсы все, я хочу развиваться, я хочу добиваться, что и у вас. А что мешает это делать? А мы не звучит. И на мой взгляд, здесь нет совместного брака, он изначально был ошибкой, и вы в этом виноваты, что вы решили это сделать. Потому что вам не надо было жениться, еще не сливать их отношения, любовь с другой женщиной. Здесь всю передачу, да, и очень часто звучало слово «назло». Вот никогда ничего не надо делать назло. Все надо делать во имя и ради любви. И поэтому даже останетесь вы вместе, или ваш брак распадется. Пусть у вас сложатся отношения с другим мужчиной именно во имя любви, да? А у вас сложатся свои отношения тоже во имя любви. Любовь дается действительно на небесах, а сохранить ее нужно на земле. В наших бытовых, иногда сложных условиях. У кого-то это получается, у кого-то не получается. У них у каждого не будет будущего до тех пор, пока они не решат вот эти проблемы, которые их друг с другом, собственно, столкнули. Потому что они притянули друг друга. Именно Лере должен был попасться такой мужчина, который тыкал бы носом ее в ее эгоизм до тех пор, пока она не примет это и не поймет. У нее это будет со всеми мужчинами, я вам гарантирую, до тех пор, пока она не изменится. С Лешей, с Александром, с кем угодно. А вот Тимуру мне хочется пожелать, мы, мужчины, всегда очень ответственны. Мы взваливаем на себя ответственности. Я хочу, чтобы вы понимали, что взваливая на себя все и будучи ответственным до конца, вы счастливым не сделаете мир этот. Тимур и Валерия. За три года брака эти двое не могут вспомнить ни одного дня, когда бы они не скандалили и не дрались. Истерики устраивали, скандалы, даже до драк доходило иногда. Спустя три года брака Тимур наконец-то признался самому себе, что уже много лет любит только одну женщину. И это не Валерия. Валерия в отместку супругу завела роман на стороне. Постоянно, частая ругань заставляет отворачиваться человека. И перестал не видеть ту Валерию, с которой я познакомился. А теперь финальное решение. Ребят, подойдите ко мне. Нет, Тимур, ты все-таки принял решение развестись? Да, я принял такое решение. Не будешь потом жалеть? Не могу сказать, что я не буду жалеть. С человеком прожил три года, всегда буду в памяти и помнить только хорошее. Лер, что скажешь ты? Разводишься? Я согласен, да, на развод и без всяких руганий. То есть нормально, мирно разойтись. А сумеете сохранить отношения после развода? Я не хотела после развода никаких отношений сохранять. Мне очень многого стоило себя переосилить, и поэтому я не хочу с человеком после развода даже общаться. Ну и ты никогда не поздравишь, да, ее на 8 марта? Нет, у меня нет такого... С Новым годом. Я изначально сказал, если тебе нужна будет помощь, обращайся. Если ты сама не хочешь, то... А помощь какого плана? Да любая помощь, моральная, материальная, просто духовная может еще. Лер, ты будешь обращаться за помощью? То есть ты эту дверь закрываешь раз и навсегда, очень плотно и шагаешь в новую жизнь с новыми планами и надеждами? Да, именно так. У нас сегодня такая грустная история с одной стороны, а с другой стороны, может быть, все, что не делается, то к лучшему. Мне нечего действительно здесь сказать, но я кое-что хочу вам показать на экране. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот в левом верхнем углу Валерия, в правом Тимур. В левом нижнем Ирина, в правом Алексей. Мне кажется, что все эти четверо станут гораздо счастливее, если произвести нехитрую манипуляцию. Я тоже так думаю. Можно полюбить вопреки, можно полюбить несмотря ни на что, но вот полюбить на зло невозможно, просто неправильно. Я желаю каждому настоящей чистой любви, без обманов и предательств. С вами была Оксана Пушкина. С любимыми. Не расставайтесь. До встречи. Сразу после программы Тимур и Валерия разъехались. Тимур остался жить в той же квартире. Пока я собираюсь жить один, буду зарабатывать деньги на себя, помогать родителям. И в первую очередь буду налаживать отношения с сыном. А Валерия переехала к подруге. Теперь ей придется самой зарабатывать на жизнь. Я сейчас живу у подруги, переехала к ней. Вот. И вообще счастлива просто. Тимур попрощался с любовью всей своей жизни. Ирина, из-за которой он потерял жену, теперь для него не более, чем часть прошлого. С ней отношения тоже все закончены. После передачи у нас была переписка, где были поставлены все точки. Лера со своим новым возлюбленным Алексеем продолжает встречаться. Тем не менее, на развод Тимура и Валерия до сих пор не подали. Редактор субтитров А.Семкин